Гимназия номер 8 суббота. На часах нет и девяти, а в школе уже кипит работа. Ученики вместе с учителями проводят генеральную уборку. Не только в самом здании, но и на прилегающей территории. Моют, подметают, красят бордюры. Вот так всем вместе, говорит школьница Мария Колесникова, делать родную гимназию чище и опрятнее – это не просто обязанность, а большое удовольствие. Заходить в школу, которая чистая, убранная, и понимать, что это сделал ты, становится очень приятно на душе и приятнее становится учиться в этой школе. То, как идет работа, проверил глава Сочи Анатолий Пахомов. В эти выходные он с инспекцией посетил порядка 20 школ в разных районах. В 13-й, например, как и в ряде других, к большой уборке присоединились и родители, не остались в стороне от общего дела. Глава Сочи подчеркивает, важно не просто содержать школы в идеальном порядке, следить за чистотой в кабинетах, но и тем самым воспитывать школьников. Ученики должны бережно относиться к своему второму дому. Это очень правильно, когда по-хозяйски директора школ относятся к своим обязанностям. И когда детки сами стараются создать уют сами для себя, это тоже очень здорово. Поэтому все, что мы видим, это говорит о том, что нам не безразлично всем, в каком состоянии нашей школы и в каких условиях обучаются наши детки. Сегодня сочинские школы – это современные учебные заведения со всем необходимым оборудованием. Косметический ремонт проводится регулярно. В капитальном помогают так называемые шефы, меценаты которым не безразлично, то в каких условиях получают знания подрастающее поколение. Да, у нас приток населения, классы переполнены. Мы строим школы. Пять было построено до Олимпиады, сейчас две уже введены в эксплуатацию в 2017 году, третью достраиваем и в этом же году приступаем к строительству еще трех школ. Это пристройка к 82-й школе в Дагомысе, к 15-й на Макаренко, начнется и долгожданное строительство школы на Мамайке. А это значит, что сочинские школьники будут грызть гранит науки еще в более комфортных условиях.